Вопреки всему, украинцы с ограниченными физическими возможностями активно занимаются творчеством, спортом и даже побеждают в Паралимпиадах. Достичь невероятных результатов им помогают современные коляски, ходунки и другие необходимые приспособления. В этом году Кабмин изменил порядок их получения. Стал ли он легче, выясняли наши корреспонденты. Для Анны коляска не только основное средство передвижения, но и возможность жить на полную. Активно занимается спортом и даже побеждает в различных соревнованиях. В 90-х выиграла областные гонки на комнатных инвалидных колясках, а недавно заняла третье место в открытом чемпионате Украины по фехтованию. Теперь мечтает попасть в сборную страны. Поэтому к своей коляске предъявляет три главных требования. То есть прочность, надежность, удобство. Недавно у Анны появилось новое средство передвижения. Говорит, на нем можно самостоятельно и довольно быстро перемещаться по городу, а при желании необычный велосипед легко трансформируется в обычную инвалидную коляску. Вот она открутилась. Все. Отдельно у меня получилась активка. Эта коляска дает возможность человеку выехать из дома. Самостоятельно приехать, даже на любую гору. Там шестискоростной велопривод. Разбивает большую скорость. Такой необычный велосипед ноу-хау одного из запорожских заводов. Его изобрели около семи лет назад. Но четыре года практически не выпускали. Объясняют, раньше мешали финансовые трудности. Сейчас наращивают производство, пользуясь в том числе и тем, что Кабмин установил новые правила обеспечения инвалидов средствами реабилитации. Люди могут сами выбирать модель коляски и производителя. Приходят со своей индивидуальной программой реабилитации. Его заводят в центральную базу данных по проблемам инвалидов, заполняя все нужные ячейки. И тут же разговаривают с ним по поводу того, какая коляска нужна, для чего и каков человек, каковы его габариты, то есть вес, рост и состояние. И поэтому по каталогу, чисто индивидуально, по каждым нюансам выбирают, что человеку нравится. Соцработники сотрудничают со всеми украинскими предприятиями по производству колясок. Их в стране около 20. Говорят, так намного проще помогать людям. Ведь теперь коляски быстрее попадают по адресу и не вызывают нареканий у их владельцев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!